56-я Ивановская школа. Сообщение о заложенном взрывном устройстве сюда поступило в 11-м часу утра. Эвакуация началась незамедлительно. Учеников перевели в пункт временного размещения в Центре инновации. Родителей оповестили о случившемся. Советская улица. 26-я школа. Здесь все развивалось по тому же сценарию. Во время эвакуации часть детей перевели в сельхозакадемию, часть в поликлинику кардиодиспансера. Нахожусь я здесь недолго, минут 15, наверное, а позвонила, написала мне сообщение дочка. Сейчас скажу, а сколько. Примерно без 15-11, что их эвакуировали из школы. Подробности она мне не сообщила. Сообщения о минировании в школу поступали по телефону. Мужчина представлялся сотрудником МЧС и передавал информацию о заложенных взрывных устройствах. В главном управлении МЧС по Ивановской области сообщили, что ведомство никакого отношения к этому не имеет. Оповещением занимались неизвестные злоумышленники. Подобные звонки поступали в 24-ю, 11-ю и 66-ю школы. Точное число учебных заведений, подвергшихся телефонной атаке, неизвестно. В мэрии сообщать об этом отказались. А это уже торговый центр «Тополь». Утро здесь тоже началось с тревоги. На своем рабочем месте по громкой связи нам объявили об эвакуации. Соответственно, мы все вышли на улицу, покинули свои рабочие места, оделись. И здесь стоим на улице, ждем. То есть каких-то подробностей не знаете? Нет. Пожарная тревога. Просьба покинуть здание. Мы все эвакуировались. Огнеборцы действительно приезжали на место, но после осмотра уехали. А двери так и остались закрытыми. Тревога была связана не с пожаром. Этим утром эвакуация также прошла в торговом центре «Серебряный город». Здесь объявили пожарную тревогу и попросили сотрудников и посетителей выйти на улицу. Проверка внутренних помещений заняла чуть более часа. К полудню двери ТЦ вновь были открыты. По нашей информации, в торговые центры также поступали сообщения о заложенных взрывных устройствах. Весной этого года город уже подвергался серии телефонных атак. Но они не были такими масштабными, как эта акция. Известно, что в понедельник эвакуация была объявлена в Ивановском зоопарке и в здании бывшей гостиницы «Центральная». Там располагаются структурные подразделения мэрии. Все сообщения о минировании оказались ложными. Правоохранители занимаются поиском злоумышленников. Сергей Веселов, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Продолжение следует...